Общий объем Абсолюта содержит в себе множество меньших объемов или параллельных миров, подобных друг другу. Каждый из них обладает своей фактурой, поэтому общий объем мироздания многофактурен. В то же время каждому миру присущ свой потенциал, поэтому общий объем естества является и разнопотенциальным при сохранении единой структуры построения. Самая низкая энергия относится к физическому миру. Это не только наша планета, а весь материальный мир и в нашей Вселенной и в других. Весь он построен на самых грубых и низких энергиях. Прочие миры, лежащие за диапазоном человеческой видимости, относятся к более высоким мирам, построенным на более высоком диапазоне частот. Поэтому при изучении тех и других надо четко различать их и знать, к какому диапазону частот относится тот или иной мир. Физический мир служит фундаментальной основой для иерархии, которая объединяет в себе четыре вселенных нашего Бога. Что выражается в том, что живые существа, сути, из всех четырех вселенных после прохождения определенных стадий развития в физической материи попадают в иерархию Бога. Поэтому в основу построения мира легла тетраструктурная конструкция. Иерархия Бога предназначена не только для человечества, а для всех его четырех вселенных. Но в нее входят только те души, которые достигли требуемых энергетических показателей. Поэтому помимо основной иерархии существуют подготовительные или второстепенные. Так, например, человек, чтобы попасть на нижнюю ступень основной иерархии, должен пройти на земле 100 уровней развития. То есть подготовительная иерархия земного плана включает в себя 100 ступеней восхождения, 100 различных степеней развития человека. Поэтому люди такие все разные по своим умственным возможностям. Основная иерархия отличается от подготовительной тем, что в основной души уже переходит в вечное существование. А в подготовительной души могут еще раскодироваться. Отрывок из интерпретации закона «Тетраструктурная основа сущего». Из второго тома «Законы мироздания» Ларисы Александровны Секлитовой и Людмилы Леонидовны Стрельниковой. Вот и получается, что прежде чем войти в вечное существование, то есть попасть на первую ступень иерархии Бога, человек учится. Любая структура, она учится, она развивается до данного уровня и набирает определенные энергетические показатели, о чем и говорится в данном отрывке. И это конкретные уровни развития, в том числе умственного, которые человек проходит, например, на земле. То есть где он готовится, где он развивается, где он набирает мощь, обороты, где он строит свою матрицу конкретным образом, которая будет подходить для того, чтобы войти в иерархию Бога. Как говорит мой наставник, если неподготовленный туда обойдет, то он там все начнет разрушать просто в высших мирах. Хотя вообще, если душа неподготовлена, если она не набрала должной мощи, и она встретится с теми, кто находится даже на первой ступени иерархии, то она просто может сгореть в этом огне, потому что там гораздо более мощные живые существа обитают. И поэтому человек, живя на земле, он не может даже встретиться с собственным определителем, со своим небесным учителем, который ведет его по жизни, потому что огонь небесного учителя, он очень сильный, и он может просто-напросто сжечь своего подопечного. Вот насколько это более развитая и мощная душа по сравнению с человеческой, с обычным человеком, конечно же. И по сути, вся жизнь — набор энергий через действия, поступки, мысли, эмоции, которые встречает человек. И поэтому так важно, как говорит мой наставник, постоянно быть в энергиях благости, чтобы именно проходить ситуации, которые встретятся на пути, именно в божественном ключе, в божественных вибрациях. То есть решать ситуации так, чтобы правильно набирать матрицу своей души и пройти именно по оптимальному пути развития. Потому что если личность идет не по оптимальному пути, она начинает нарабатывать карму, 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 потом это все запускается, и она идет опять в перерождение, чтобы... Потому что... Почему оптимальный путь, он оптимальный? Там даются такие ситуации, такие решения, которые человек должен решить. То есть вот без набора конкретных энергий он дальше не пройдет просто-напросто, и все. То есть чтобы его впустили в иерархию Бога, он должен быть определенным образом укомплектован, его матрица души. Соответственно, дается оптимальный путь, где человек, как, к примеру, человек. Он именно правильно набирает, он правильно действует, он молится, он высокие вибрации поддерживает, он проходит покаяние, очищение и так далее. Постоянно он работает, 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 и духовно, и физически, и умственно. И он таким образом набирает именно ту матрицу, то качество, тот композит, который позволит ему войти в иерархию Бога. Все, это оптимальный путь. То есть его никуда не мотает, он никуда не отклоняется, он вот четко и чешет. Но если он начинает отклоняться, вестись на разные соблазны, ухищрения, в том числе собственного ума, собственных грехов, собственной отрицательной энергии, которые он мог накопить из воплощения в воплощение, это все равно, оно где-то хранится, оно складывается, и, как говорит наставник, ангелы не придут, и грязь за человеком не будут, и убирать. То есть если он накопил грязную энергию низкую, он сам это все будет убирать и вывозить. Либо через конкретные действия, либо через конкретные ситуации, либо через конкретные страдания, либо через молитвы. И опять-таки, даже если он, например, молится, еще не факт, что это все уберется так легко. Плюс какие-то, как мною осмысленно, что какие-то ситуации, они просто, человек их обязан отстрадать, грубо говоря. То есть он обязан находиться в конкретных условиях, в конкретном состоянии, в конкретном окружении. Это идет такая, так скажем, отработка этой ситуации. И лучше не сопротивляться, так скажем, молиться и говорить, ой, господи, спасибо, 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 спасибо за это испытание, спасибо. И дальше молиться, высокие вибрации поддерживать, и жить там, где живется, и делать то, что дано. Вот. Вот такие вот интересные выводы. И в итоге, все равно все приходят к Богу, а он уже решает в божественную иерархию или куда направить душу. И вот оптимальный путь, он как раз-таки про то, что личность наиболее быстро может прийти в вечную жизнь. То есть наиболее быстро, это наиболее короткий путь. Вот. Это путь. Да, это путь аскезы определенный. Но на самом деле, на самом деле, настоящая радость, настоящая сладость, настоящее счастье, оно сначала аскеза идет. То есть сначала аскеза, сначала яд. То есть вот вычищение, рост, вычищение, рост, работа, работа, работа. И сладость, она дается в конце уже определенной. Это вот удовлетворение, что все сделано правильно, что путь пройден хорошо. А как и говорят веды, но если сначала сладость, то потом яд, скорее всего. Ну, либо как яд, яд, яд постоянно. Это всё зависит ещё от гуны. И вот благость, гуна благости, она сначала, это всё-таки аскезная работа. Это работа над собой. И потом, возможно. Но вообще, если всё делать, как сказано, стараться, прикладывать усилия, обычно всё должно быть хорошо. Сам, как, мне стало как-то так вот догадливо, что на самом деле Небесные Учителя, они очень хотят, чтобы их ученики развивались. Они всячески им помогают это развитие вести. Подсказывают, ведут, корректируют. Вот, так что они очень заинтересованы. Потому что растёт их ученик, растут они, растёт Всевышний. Вот, то есть это очень важно. Не сопротивляться, в том числе, развитию собственному. Так что вот такие интересные мысли. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова